Не профессия выбирает человека, а человек профессию. Все мы слышали это древнее высказывание Сократа. Но во времена сократовские было проще. Современному человеку нужно очень хорошо подумать, прежде чем определиться со своей будущей профессией. Этот выбор – маленький старт в долгую, многоуровневую жизнь. И чем удачнее он будет, тем интереснее и счастливее можно будет ее прожить. Помочь абитуриенту определиться – такова роль дней открытых дверей, практика проведения которых существует уже не один год. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Брестском государственном университете имени Пушкина, в этот день состоялся большой праздник. Пришло много заинтересованных ребят. Действующие студенты встретили их ярко и креативно. Участники Дня открытых дверей зарегистрировались и познакомились с руководством храма знаний. Ну а после прошли отдельные встречи всех деканов факультетов с абитуриентами. По количеству специальностей подготовка на дневной форме ведется по 31 специальности, на заочной по 13 специальностям, есть еще магистратура по 15 специальностям. Поэтому мы, конечно же, приглашаем абитуриентов поступить в наш университет. Приходите, поступайте. Я думаю, что выбор Брестский, пользу Брестского университета – это правильный выбор. В прошлом году университет отпраздновал юбилей – 75 лет. За это время им было подготовлено почти 71 тысяча специалистов для народного хозяйства. Большой популярностью пользуются университеты и уностранных граждан. На данный момент в нем обучаются около 700 иностранных студентов из 17 стран. У вуза есть 4 общежития, что не может не радовать поступающих. Но самое главное – большой выбор предлагаемых специальностей. В прошлом году выполнены все цифры набора на бюджетную форму обучения. И практически все мы не добрали на платную форму обучения – 7 мест. Так что, в общем-то, и конкурс был, и все места пользовались достаточной популярностью. Среди которых наибольшую популярность имели специальности факультета иностранных языков, психология, логопедия на факультете социально-педагогическом, специальности правоведения и исторический факультет. Каждый год список новых специальностей растет и видоизменяется в зависимости от ситуации на рынке труда. От физиков и юристов не отступают лирики-словесники. В нынешнем учебном году на филологическом факультете была открыта новая специальность – русская литература и иностранный язык. Желающих стать педагогами-языковедами в этом году немало. Мы рады были видеть тех, кто выразил желание поступить на филологический факультет, на специальности, которые в этом году как раз представлены. Это те люди, которые, по нашему мнению, безусловно, творческие. Те, кто хочет связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Те, кто любит слово, те, кто готов служить этому слову верно и преданно. Как сложно строить планы на дальнейшую жизнь, вот-вот покинув школьную скамью. Далеко не каждый юный человек осознает, кем он хочет быть. Но самое главное – этот выбор должен быть самостоятельным. Только сам молодой человек знает о своих умениях и возможностях, и о том, к чему стремится его душа. Хотела быть именно учителем. Мне очень нравится помогать детям развиваться, как ни в школе. Мы учимся, мы формируем свой менталитет, развиваемся. Именно в школе, я думаю, именно школа мне помогла выбрать, сделать этот выбор. И я хочу также помогать ученикам делать их выбор, вступать в взрослую жизнь. На заметку абитуриентам. Министерством образования уже принято постановление о проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году. Его старт будет 16 июня. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Телекомпания Бук ТВ.